так 2 января что получается в образовавшиеся каникулы я вам буду почти каждый день снимать влоги у меня есть саня сейчас они рассмотрим поблизи так это не лед это не лед эта пленка это не лед это не лед она здесь точно это не лед как они иногда так могли сделать ага ну ничем это оказывается не лед а так ли можно так а где же символ года товарищ это что-то драконы какие-то тоже наверное не изо льда в общем ну это лед смотрите монетки мы здесь мили люди какие у нас все-таки традиции вы знаете у нас монеты везде валяются у нас у меня такое впечатление что у ламутенцы не нагнуться поднять монетку ну они поднимутся за монеткой начиная может быть от десяти рублей а то и нет а то и не нагнуться откуда такое чистокрышка так у меня рука сейчас застынет окончательно это мостик экономики или леша мостик мельничка из-под дома сидели мельничка пиньки мельничка 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 я дорогие писала в прямых эфирах и в своих видео январских я не все рассказала о январе сегодня у нас 28 января осталось еще 3 или включая сегодняшние 4 дня в общем что я могу сказать о в этом месяце этого года был сильный мороз но до 40 не доходило ну если верить сводкам то 38 была минимальная температура хотя может быть я не очень внимательна я говоря сводки я имею ввиду те прогнозы которые нам выдают гугл ну допустим с гис метео или яндекс погода в общем такие но если не считать первых дней января может быть первой недели он был весь на уровне 30 градусов мороза снег выпал конечно же снег начался в декабре то есть снег лег окончательно начиная с 30 по моему ноября ну будем говорить с 1 декабря то есть с самой что ни на есть календарной с начала календарной зимы и вот все это время пока снег лежит ну когда он выпадает ему все таки радуешься все таки он такой красивый белый чистый приятный потом когда он начинает на дорогах образовывать колдобины накаты это не очень здорово но мы в этом сезоне не автомобилисты мы пешеходы нас тоже все равно волнует снег на дорогах потому что ходить очень тяжело я все это время хожу и думаю боже мой большая часть планеты вообще не понимает что такое снег для них это нечто забавное нечто необычное они хотят его увидеть если хотят если я имею за ним понятие и ну я помню когда мы учились когда я училась в москве как студенты там из университета Патриса Лумумба выбегали ну радовались этому снегу люди из Африки играли в снежки им было очень прикольно они покупали такие шапки в Москве были вязаные продавались из ровницы из шерстяной ровницы но в то время синтетики было не богато больше была в основном чисто шерстяная ну или как минимум полушерстяная пряжа и они выбегали на улицу вот в этих шапках которые никто не покупал из россиян из москвичей такие шапки никто не покупал а вот это было самое то для иностранцев в таких странных шапках сейчас бы они прокатили на урае эти шапки они вязаные были крючком крупные такие сейчас бы сейчас бы обязательно они были бы популярны вот и ну где-то говорят что в чукотском языке да или в каком то есть там сотни названий снега снег действительно разный в нашем языке тоже нету кстати говоря в нашем языке в бурятском снег по моему только одно название сахо и все вот то есть у нас даже нет понятия нас а может быть ну я не достаточно хорошо знаю может быть я просто не знаю этого ну не об этом я хотела сказать а вот понимают ли люди что вот ну когда я хожу этот снег расчищают периодически то есть его надо откалывать вот эти крупные глыбы и на этом среде вертикально видны слои снега как годовые кольца то есть все можно посчитать сколько было снегопадов если заморочиться и он этот снег лег так неровно вот ну люди же ходят утаптывают и он весь вот так вот колдобинами если тебя если у тебя обувь неудобная то ты рискуешь ногу подвернуть я почему-то в этом сезоне особенно это ощущаем может быть потому что у меня связки вот эти вот щеколотные в районе щеколоток суставы не не очень нет они они по прежнему подвижны но какие-то вот проблемы ощущаются ну как будто нехватка вот суставной жидкости что ли я чувствую что косточки сустава трутся друг от друга минист ну такое ощущение есть и сапоги еще очень такие облегающие как раз в этом месте ногу обхватывают плотно и есть небольшой каблучок ну такая сплошная подошва каблучок в общем не самая лучшая обувь лучше наверное ходить я все завидую людям вунтах но я так же думаю а как же в них наверное скользко в общем короче такие вот проблемы есть причем когда очень сильный мороз градусов 30-32 это не очень холодно а вот когда 26 почему-то обязательно с ветром и это вот намного холоднее намного дискомфортнее чем чем минус 32 вот так люди знаете что такое 32 градуса это ничего особенного 32 градуса это всегда безветренно так что если вы тепло оденетесь до остановки дойти ну главное не стоять на остановке вот так 30 градусов ну и в общем ничего визуально не наблюдается я хотела показать вот эти вот снежные комья а там на кустарниках на кустах огромные такие снежные шляпы карнизы образуют и как эти бедные и потом лежа под солнцем под действием воздуха они уплотняют становятся тяжелыми как они не ломают эти кусты я не знаю они не убирают а ну да ну 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 Что я еще хотела рассказать во вчерашнем эфире, но не записала в тетрадку, поэтому забыла перед камерой. Это про Наранку. Я не перестаю, не могу налибоваться и не перестаю удивляться, как это все-таки удивительно, как человек развивается. Это очень интересно наблюдать, как у него растет сознание, меняются взгляды, он становится все взрослее. Ну, сейчас Наранкин словарный запас почти как у взрослого человека. Ну, единственное, там, с точки зрения логопедии, наверное, не все совсем как у взрослых. Многих звуков она не выговаривает, но зато это слегка и компенсируется ее богатыми, хорошим владением языком. То есть она запросто строит разные конструкции сама. Ну, вот, конечно, я понимаю, что это нормально, но это настолько удивительно, что человек может выразить мысль, владея определенным словарным запасом. Потом у нее меняется, то есть, ну, развиваются взгляды на... Ну, что это морально, наверное, называется? В общем, когда мы смотрим фильмы или мультфильмы, ее, например, взгляд нехорошие люди, злые персонажи, отрицательные персонажи, она спрашивает у родителей, они что, нехорошие? И вот к нехорошим людям или зверям, ну, в общем, к героям она относится плохо. Ну, и откровенно негодует, что вообще существуют нехорошие люди. Она, конечно, очень требовательная, ну, поскольку ребенок окружен вниманием, большого количества взрослых, ну, мама с папой, во-первых, в ней души вмечают, бабушки и дедушки, особенно у нас много дедушек, да и бабушек тоже немало. Вот. Это очень... Поэтому ребенок это чувствует и, конечно, не может не пользоваться этим. Но при этом она понимает, что она не самый главный человек на Земле и на планете, в семье. Но когда есть возможность покачать свои права, заявить, что свои права, она, конечно, этой возможности не упускает. Мири, привет! Да? А Мирочки-Зефирочки, привет! Да, вот там уже постой. В этом месяце также случилась трагедия. Трагедия, как мне казалось. Выполз зуб. Это, в общем, неинтересно. Просто взяла курагу, буквально не глядя, о чем-то своем думая. Ну, она была такая сухая, что стучала. Ну, я думаю, ничего страшного. Положу в рот. Она размокнет. Ну, забылась и куснула. Ну, собственно, так я миллион раз кусала, и ничего не происходило. Хотя меня предупреждали в 2014 году, что этот зуб надо беречь, что он больше, чем наполовину состоит из пломбы. Ну, рано или поздно это должно было произойти. Произошло немного не вовремя, но, с другой стороны, очень даже вовремя, очень даже хорошо. Это мне дало пинок, что надо скорее-скорее бежать за полисом, надо получить полис. Но хотя на протезирование полис не распространяется, по-моему, на зубное протезирование. Вот, когда я спрашивала насчет скидок, скидки положены только пенсионерам и инвалидам. Вот так. Но на самом деле случилось, в этом месяце нас стряхнуло здорово. Старший сын попал в больницу, более того, в реанимацию, с диагнозом острый коронарный синдром. Потом этот диагноз пере... Ну, выписался он уже с другим диагнозом. Но все-таки и мой сын с невесткой говорят, да не было сердца. Ну, в общем, короче, что это было так. Вот просто врачи перестраховались. Но нет, я это вижу совершенно не так, потому как они реагировали, потому как они комментировали кардиограммы, и потому как я послушала, ну, погуглила этот материал, послушала там лекции, пару лекций, пару видео на эту тему от специалистов. Я поняла, что действительно повод для испуга был. И хорошо, что вовремя мы вызвали скорую, не стали бояться того, что у нас нет полиса, что нам сейчас зарядят цену или вообще откажут в медицинской помощи. Но это понятно, что государство правовое, оно цивилизованное все-таки, как ни крути, оно не может отказать в оказании медицинской помощи, в оказании экстренной медицинской помощи. И, в общем, этот случай заставил углубиться в эти знания, кое-что понять о медицинском страховании. И я потом поглубже, когда изучу эту тему, ну, как поглубже, в принципе, глубже, чем сейчас, я не буду вникать, но просто по мере того, как сама буду получать полис, я об этом тоже сделаю видео для своей рубрики иностранцам в России. Смотрите, я вчера помыла голову и волосы и уложила, и феном, и утюжком, но когда спишь все-таки, когда голова свежепомытая, все-таки какая-то влага остается, и ваша укладка поменяется. Утром вы попроснетесь совершенно другой укладкой. А сейчас я шью. У нас за окном метет, так классно. Сегодня теплее, чем обычно. Чем обычно было в эти дни. Ой. Так, я не вижу, вы видите или нет. Обожаю такую погоду наблюдать из окна. Ну вот, так, пожалуй, все. Нет, январь еще не закончился. Кстати, я занимаюсь шитьем. Обожаю это дело. Но вчера не могла себя заставить. Ну, вернее, могла. Вот я все-таки что-то сделала. Шью я по заказу сестры, не себе. Шью я ей платье по ее заказу А-образного силуэта. Тканей мало. В общем, на все, на весь, на весь задуманный проект не хватило. Рукава и воротник придется делать из другой ткани. Платье в пол почти. Вот. Шью мастерка. Ну, у нас это называют мастеркой. То, что в других местах называют олимпийкой. И в журнале это называется анорак. Ну, в общем, такая прикольная вещица. Если я еще не смонтирую влог, не выложу, то вы увидите, что получилось в итоге. Вообще, сегодня мне надо дошить, потому что завтра уже работать надо.